17 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одной из старейших служб МВД – участковые. Съемочная группа программы побывала в Геогинском районе, где корреспондент Вадим Агарков познакомился с буднями местных стражей правопорядка. Штат подразделения составляет 9 человек, многие из которых – опытные офицеры. Здесь несет службу герой сюжета – старший участковый капитан полиции Евгений Бакулин. В органах внутренних дел он с 2009 года, а в должности более 7 лет. Как признается, никогда не думал, что будет обеспечивать правопорядок на участке с населением более 4000 человек. Говорить об удах можно много – раскрытие преступлений, пресечение правонарушений, работа с состоящими на учетах лицами. За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 11 преступлений, выявлено более 150 административных правонарушений гражданами. Также рассмотрено 354 материала по заявлению и сообщению граждан. Полицейский ежедневно проводит работу на обслуживаемой территории, и его знает каждый житель станицы. Это очень необходимо для участкового. Важным направлением служебной деятельности каждого участкового уполномоченного полиции республики является профилактика мошеннических действий. Капитан полиции Евгений Бакулин знает и понимает, какая ответственность на него возложена. Мы поинтересовались у жителей станицы Геогенской, как они оценивают работу своего участкового уполномоченного. Знает свое дело. Прежде чем он заступил к нам участковым, он обошел, по крайней мере я могу сказать про наш дом, обошел всех жителей, познакомился, оставил свой номер телефона. Сам участковый уверен, что в службе не бывает случайных людей, а сотрудник должен обладать некоторыми качествами. Участковый должен обладать терпением и слушать людей. Я, как еще раз повторюсь, многое зависит от того, как человек слушает. Если будет прислушиваться некоторым людям пожилого основного возраста, им надо выговориться. В связи с эпидемиологической обстановкой изменился уклад жизни не только участковых. Неизменными остались задачи быть гарантом законности и первыми приходить на помощь. Вадим Агарков, Беслан Хладжоков, Вести, дежурная часть. Коротко о наиболее заметных фактах и событиях в ведомстве. Госавтоинспекция информирует о новом режиме работы светофора на пересечении улиц Павлова и Степной в Майкопе. Данное изменение продлило разрешающий сигнал на 12 секунд и повысит безопасность проезда перекрестка. В Майкопе полиции возбуждено дело по факту обнаружения фальшивой пятитысячной купюры. О выявлении подделки сообщил специалист финансового учреждения. С ней сейчас работают эксперты. По специально выделенным номерам в Майкопе ведется прием сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков. Контактный номер 52-77-77. Есть возможность прислать фото и видеоматериалы на номер 8-967-308-82-28 с помощью мессенджера WhatsApp. В Адыгее накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП прошли мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, общественности и студентов. Днем памяти объявлено 3-е воскресенье ноября. В МВД России состоялся конкурс по отбору сотрудника, признанного лучшим по профессии среди кинологических подразделений территориальных органов в 2020 году. От МВД по Адыгее в нем участвовал Александр Доценко и он вошел в десятку лучших. Материал Сергея Лизарова. Знакомьтесь, Александр Доценко, младший инспектор-кинолог ЦКС Республиканского МВД, старший прапорщик полиции. Ему 41 год. В этой должности он неизменно работает более 19 лет. По мнению руководства, Александр Доценко высококлассный и грамотный специалист. Любовь к животным у него с детства, дома всегда были питомцы. Работая в ОВД, он прошел обучение в ростовской школе служебно-розыскного собаководства. За его плечами командировки в Северо-Кавказский регион. Александр Доценко выезжал в Абхазию для оказания практической помощи в оперативно-розыскных мероприятиях. В 2019 году принимал участие в международных учебно-тренировочных сборах кинологов. Работа требует от Александра постоянного совершенствования навыков дрессировки и взаимодействия с четвероногими напарниками. Как раз сейчас он проходит обучение в одной из специализированных школ страны, где повышает свою квалификацию, а приедет уже с новыми познаниями в области собаководства. На служебном попечении Александра Доценко две служебные собаки – лабрадор Шарм и бельгийская обчарка Женя. Их тренировкам он отводит много времени, что положительно сказывается на результатах работы. Самый мой любимый пёс – это лабрадор Дарий. Он уже пенсионер, но в годы своей рабочей деятельности он много раз спасал жизни людей, обнаруживая самодельные взрывные устройства, схроны оружия и боеприпасов. Профессионализм и полученные навыки позволяют Александру готовить служебных собак для работы в полиции. Александр Доценко награждён медалью за отличие в охране общественного порядка. В работе с собакой важно найти контакт и выстраивать отношения на доверие. Когда питомец это чувствует, он отвечает взаимностью. «Искренне считаю, что не ошибся с выбором профессии, ведь насколько она сложна, настолько же она и интересна». В его семье подрастают сыновья Владимир и Юрий, дочь Виктория. С первых дней он старается передать детям ту любовь к животным, которая помогла ему самому найти своё истинное призвание в жизни. Сергей Лизаров, Беслан Хуажоков, Вести, дежурная часть. Полиция Адыгея устанавливает мошенников, дважды обманувших 81-летнего пенсионера, на 3 миллиона рублей. Аферисты обещали помочь ему с возвратом похищенных ранее средств, однако лишили последних сбережений. Об этом беспрецедентном случае следователям Майкопа стало известно в разговоре с пенсионером. Они работали над раскрытием ранее совершённого в отношении него аналогичного преступления. В мае прошлого года пожилого мужчину обманули лжепродавцы биостимуляторов на 800 тысяч рублей. Майкопчанин рассказал, что из средств массовой информации он узнал об организации, которая якобы оказывает услуги по возврату денег, похищенных в результате действий телефонных аферистов, мошенников, так сказать. Пенсионер позвонил по телефону и попросил оказать ему содействие в возврате ранее похищенных у него денежных средств. Ничего не подозревая, пожилой мужчина на протяжении нескольких дней более 20 раз перечислял деньги на указанные, в кавычках, так сказать, специалистами счета, то есть на счета мошенников. При этом каждый раз злоумышленники меняли предлог, а суммы варьировались от 70 до 120 тысяч рублей. Вновь проигнорировав известные рекомендации и наставления сотрудников полиции, мужчина стал жертвой мошенников. Теперь возбуждено еще одно уголовное дело. В отделе по этому факту проводятся специальные мероприятия. Полиция обращается гражданам с призывом не поддаваться на уговоры неизвестных, будьте бдительными и не дайте себя обмануть.